Сбылись прогнозы многих экспертов относительно скорого окончания забастовки в Кувейте, которая привела к росту нефтяных котировок после неудачной встречи стран-производителей в Дохе. За это время поставки углеводорода из этого государства сократилось на 1,3 млн баррелей в сутки. Котировки нефти марки Brent опустились до уровня ниже 44 долларов за баррель. Сейчас график пытается прорваться вверх, однако аналитики прогнозируют умеренный рост в связи с тем, что рынок ожидает публикацию от Министерства энергетики США по запасам сырой нефти. На этом фоне дорожает североамериканская нефтяная смесь, котировки которой достигли отметки 41,92 доллара за баррель. Прошлая публикация данных относительно состояния американских нефтехранилищ разочаровала инвесторов. Продемонстрировав весомый прирост, но не это повлияло на настроение участников товарного рынка. Больше всего нефтетрейдеры были огорчены неудачей встречи в Дохе, где страны, производители нефти не смогли договориться о заморозке. Министр нефтяной промышленности Венесуэла отметил, что на данный момент мировые запасы нефти крайне высоки, а цены на черное золото могут обвалиться в ближайшее время. Однако большее влияние на движение цен на нефть оказывают все-таки геополитические факторы. Между тем, одна из сырьевых валют российский рубль ведет себя несколько странно, учитывая сильное падение нефтяных котировок. Несмотря на прекращение забастовки в Кувейте и рост запасов нефти США, которые привели к развороту нефтяных котировок, рубль продолжает дорожать. Этому способствует как налоговый период, что сопровождается ростом спроса на рубль, а также решением Гаакского суда по делу ЮКОСа. Таким образом можно ожидать доллар у отметки в 65 рублей. Помимо налогового периода положительно для роста рубля сказываются высокие процентные ставки ЦБР, а также значительный профицит текущего счета, однако некоторые эксперты все же прогнозируют рост пары USD-RUB до конца торговой недели до отметки 67.00.